МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский. В студии работает Гульнур Жакин. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. В Караганде полным ходом идет строительство северного и восточного обходов. С ходом строительства ознакомился Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов. Отказываясь от вакцинации детей, родители ставят под угрозой жизнь и здоровье своих детей. Медики, чиновники и религиозные деятели обсудили проблемные вопросы вакцинации. В Караганде состоялся конкурс «Лучший наставник-2018». В финале восемь участников старались удивить членов жюри своими презентациями и домашним заданием. В Караганде полным ходом идет строительство северного и восточного обходов. Работы будут полностью завершены осенью 2019 года. Стоимость проекта – 47 миллиарда тенге. С ходом строительства ознакомился Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов. Эта дорога возводится в рамках масштабного республиканского проекта «Центр-Юг». Две современные магистрали будут огибать Караганду. Это позволит транзитному транспорту миновать областной центр, не заезжая в город. Сегодня через Караганду ежедневно проезжает порядка 20 тысяч автомашин. В октябре прошлого года подрядные фирмы, выигравшие конкурс на проведение строительства, приступили к работам. Строители заявляют, что дорога будет соответствовать международным стандартам. В отличие от Караганда-Астана, там если в основном цементробетонное покрытие идет, а здесь предусмотрено асфальтобетонное покрытие, четырехполосные движения, разделение потоков тоже предусмотрено, посередине будут барьерные ограждения. Здесь асфальтобетонное покрытие, верхнее покрытие будет устроено щебеночным мощистым асфальтом. Протяженность обходов 47 километров. Данные участки разбиты на четыре лота. Первые три лота – реконструкция восточного и северного обходов, строительство 20 километров новой дороги выполняет турецкая фирма. Четвертый лот – пять транспортных развязок на входе возводит алматинская фирма. Представитель генерального подрядчика заявил, что у них большой опыт строительства дорог в Казахстане. Глава области Ирлан Кушанов особо отметил, что реализация данного проекта имеет большое значение для жизни Караганды. Направив транзитный поток вокруг города, власти намерены уменьшить транспортный поток в самой Караганде. «Мы долго провинции это доказывали. И сегодня решение принято, работа начата. И в этом году мы дадим проезд. Следующий год, частичный проезд. Следующий год мы полностью завершим наш городок. Я думаю, для развития Караганды это очень большой проект. Поэтому желаю вам удачи. Спасибо». Стоимость строительства северного обхода составила более 12 миллиардов тенге, восточного – 35 миллиардов тенге. Северный обход Караганды в рамках реконструкции транспортного коридора «Центр-Юг» будет пролегать через сортировку. Восточный обход начнется от Каркаролинской развязки, пройдет через специальную экономическую зону Сарарка, поселок Уштобе и примкнет к Алматинской трассе. Андрей Теншал, Карл Тенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Строительство газопровода Сарарка позволит обеспечить голубым топливом больше ста населенных пунктов Карагандинской области. На совещании в областном Акимате разработчики проекта представили основные технические решения. Сегодня ряд вопросов решается в регионе, так как по области будет пролегать больше половины газовой магистрали. По территории Карагандинской области пройдет самый длинный участок магистрального газопровода Сарарка – свыше 700 километров. На сегодня готов детальный план, а также схемы размещения газораспределительных станций. Руководители компании «Казтрансгаз» и «Катэк» презентовали Акимобласти основные технические решения по газификации Центрального Казахстана. В районе «Казтрансгаз». А вот сколько населенных пунктов, названия вы все хорошо знаете. Какой населенный пункт, какой протяженности – это все. Мы сейчас имеем контакты. Вот, Антон Игоревич в прошлый раз дал телефоны наши, и мы работаем в режиме онлайн, каждый день уточняем, подсказываем, рекомендуем. Потому что мы поняли, что каждый район делает свои графики, рабочую группу встает. И мы максимально помогаем, чтобы определиться, взвесить, сколько нужно денег для корректирования и для будущего строительства. Местные власти, в свою очередь, уже приступили к разработке проектов подключения населенных пунктов к центральному газоснабжению. Планируется построить целую сеть. На первом этапе запланировано строительство подводящих сетей от трех газораспределительных станций – Караганда, Тимиртау и Жасказган. Строительство сетей запланировано в 2019 году. Первое – это от ГРС Караганда планируется газификация городов Караганда и Сарань с общей считренностью более 5,5 тысяч домов частного сектора. По городу Кумиртау следующее. В центральном газоснабжении будут охвачены порядка трех тысяч домов частного сектора. Ну, в основе это соцгородов и село Отрадное. Глава Карагандинской области Ярлан Кушанов поручил всем руководителям управления и акимам городов-районов со всей ответственностью подойти к этой работе. Он поставил задачу, чтобы ко времени прокладки магистрального газопровода распределительные сети были уже готовы. Обращаясь к столичным гостям, глава региона заявил, что вопрос газификации Карагандинской области находится под его личным контролем. И по всем возникающим вопросам предложил обращаться к нему напрямую. Это самый главный проект в нашей области. И этим вопросом я буду заниматься лично. И это будет в моем личном контроле. Поэтому по всем вопросам выходите на меня, если возникнут такие вопросы. А так вот мои три зама, они будут работать. И я кинем на места. Андрей Тенаман, Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. О газификации центрального Казахстана также высказался Аким Жасказгана, Батерлан Ахметов. В региональной службе коммуникации городоначальник рассказал об итогах социально-экономического развития города и планах на ближайшие годы. По итогам прошлого года Жасказган сохранил положительную динамику социально-экономического развития. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникации сообщил Аким города, Батерлан Ахметов. В городе разработан трехлетний план развития. запланировано около 200 мероприятий. Большую поддержку в устойчивом развитии экономики города и повышение эффективности рынка труда оказывается реализация государственных и правительственных программ. В городе реализуется 5 государственных и 4 правительственных программ, в рамках которых в 2017 году реализовано 64 проекта с объемом финансирования 1,9 миллиарда тенге, создано свыше 900 новых рабочих мест и сохранено 118. Кроме того, городоначальник сообщил, что сегодня полным ходом идет разработка проектно-сметной документации по строительству газораспределительной станции в рамках программы по газификации Астаны. Первоначально газопровод должен был проходить рядом около нефтепровода, тогда она была бы дальше от города Жизган на 70 километров. Но проектантами мы тесно работали, и проектанты решили, что газопровод будут проводить вдоль дороги Казалатинской трассы, той же, которую ПСР разработала фирма «Хотек». Мы сейчас с ними работаем, чтобы они прочитали, сколько нужно для разработки проектно-сметной документации, сколько денег. Сейчас они вот, мы тесно две недели работаем, они к нам приехали, все посмотрели. ПИР скажет, проектно-изыскательная работа, сколько это нужно. Потом уже будем заявляться на разработку ПСР денежных средств. Газораспределительная станция будет построена на расстоянии 18 километров от Жизгазгана в селе Талаб. Напомним, президент страны поручил построить магистральный газопровод из Казалардинской области до Астаны. Он обеспечит газификацию Жизгазгана, Караганды, Темиртау и Астаны. Природным газом будут обеспечены около трех миллионов человек. Это также положительно скажется на экологической ситуации промышленных городов. Андрей Теншал, Карл Тынбеков, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Спонсор выпуска новостей – медицинский центр «Атлант», город Санкт-Петербург. В Караганде из Санкт-Петербурга доктор Бочиновский с 15 по 30 апреля лично проведет прием пациентов. Избавит от головной боли, мигрени, шума в ушах, межпозвонковой грыжи. Уберет причины хондроза, сколиоза. Использует уникальный швейцарский метод лечения. Торопитесь, запись ограничена. Телефон для справок – 365-00. Позвольте себе и своим детям жить без таблеток и операций. Звоните прямо сейчас – 365-00. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери-принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерства здравоохранения Республики Казахстан. К другим новостям. Карагандинцы все чаще отказываются от вакцинации. Такое заявление сделали представители управления здравоохранения Карагандинской области. Для обсуждения мер по решению данной проблемы за круглым столом собрались представители общественности и традиционных религий. Корь, краснуха, туберкулез, дифтерия и коклюш. Это не полный перчин инфекционных заболеваний, смертность от которых за последние годы удалось значительно понизить благодаря вакцинации населения. Однако в последние годы из-за разных побуждений люди стали отказываться от иммунизации. Если для взрослых это осознанный выбор, то за детей в этом случае решение принимают родители. Очень часто данный шаг приводит к негативным последствиям. У нас есть случаи, когда отказывались от БЦЖ и заболевали туберкулезом. Но эти дети заболевали нестандартной формой туберкулеза. Туберкулез глаз. То есть, если мы все привыкли слышать, что это туберкулез легких, туберкулез каких-то других органов, но именно те, которые отказывались от вакцинации, заболевали неспецифичными. Как оказалось, последствия отказов от прививок могут быть самыми страшными и порой приводить к летальным исходам. Причиной отказа населения от прививок служит антиагитация. Путем интернет-рассылок неизвестные пытаются опровергнуть важность вакцинации. Порой отказываться от прививок граждан побуждают религиозные соображения. Это подтвердил и руководитель отдела департамента по делам религии по Карагандинской области Серик Тлегбаев. То, что идут отказы, допустим говоря, по религиозным убеждениям отказы, с этим мы согласны. Когда первое время вопрос стоял о вакцинации, да, действительно, мы выезжали в Джесказганский регион, обследовали религиозных верующих в Карагандинскую, самой Караганды. И, конечно, фактов было очень много, очень много. И, в частности, по городу Джесказган выявились такие случаи, когда действительно родители, которые носят там всякие паранжуи и так далее, так далее, полностью шли в отказ, недоверие. Вакцины не может быть, но религиозные убеждения – да. Вакцинация является надежным средством в профилактике ряда заболеваний. Не все вакциноуправляемые инфекционные заболевания поддаются лечению антибиотиками. Поэтому стоит помнить, что лучшее лечение – это профилактика. В 2017 году было зафиксировано три случая заболевания туберкулезом среди непривитых детей в Караганде и один случай в Тимиртау. Ток Жан Лянова, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Со дня старта программы «Рухани Жангру» прошел ровно год. 12 апреля прошлого года Ельбасын Нурсултан Азарбаев представил вниманию казахстанцев программную статью «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания». О том, как духовное возрождение повлияло на культурную жизнь региона, мы расскажем прямо сейчас. Сердцевина политической и экономической модернизации. Именно так глава государства описал общенациональную программу. «Рухани Жангру» – это не просто совокупность различных мероприятий, а ответ на вопрос, каким должен стать каждый гражданин Казахстана. В программной статье особое внимание уделяется таким проектам, как «Туганжер», «Сакральная география», «Современная казахстанская культура», «Перевод ста ведущих учебников», а также «100 новых лиц Казахстана» и «Переход на латинскую графику». Для реализации всех задач, поставленных главой государства, в Карагандинской области был создан региональный проектный офис программы. В течение года специалисты отбирали самые достойные из проектов, направленные на духовное обогащение граждан. Положительные изменения в жизни региона заметило большинство людей. Эта программа непременно должна развиваться и дальше. Я думаю, что это только начало. Очень важно развивать патриотические чувства и моральные ценности у нашей молодежи. Мы должны прививать им любовь к нашей культуре. Я думаю, что на самом деле программа очень продумана. Каждый из ее шагов даст обязательно значительный массивный эффект. И то, что мы обернулись к лучшим книгам, к ста книгам, к лучшим мировым, то есть знания и повышение уровня образования населения, безусловно, сыграет в плюс. В данном случае уже прошел год, и за этот год сделано очень много. Мы, методисты учебно-методического центра, проводим ряд различных семинаров, обучающих, мастер-классов. И первое, с чего мы всегда начинаем, мы говорим о именно программной статье лидера нашего государства. Почему? Потому что здесь именно решаются вопросы, именно модернизации общественного сознания, именно каждого казахстанства, который на сегодняшний день проживает в нашей республике. За год работы регионального проектного офиса программы «Рухани Жангру» в шахтерской столице реализовались более 500 различных проектов, нацеленных на улучшение жизни граждан. Впервые за долгое время карагандинцы сплотились для осуществления задачи по сохранению и возрождению традиции народа и правильному формированию общественного сознания молодого поколения. Народ оказал, что он готов к переменам, которые диктует время и динамично развивающаяся мировая экономика и наука. Каждый казахстанец внес свою лепту в реализацию данной программы. Одним словом, программа «Рухани Жангру» сплотила весь народ Казахстана. Товжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде состоялся конкурс «Лучший наставник-2018». Мероприятие было организовано в рамках программы «Рухани Жангру». В финале восемь участников со всей области старались удивить членов жюри своими презентациями и домашним заданием. Так звучит название конкурса, что в переводе означает «Лучший вожатый» или «Наставник». В этом конкурсе участвуют лишь те, для кого обучение детей – это не просто работа, а скорее призвание. Свою работу мало любить, нужно еще и познавать все ее грани. В работе с детьми главное – это говорить с ними на одном языке и показывать на своем примере, каково это быть храбрым и смелым. Так считает 56-летняя Елена Мухарямова. Вожатый – это он не ведет. За вожатым идут. И вот как раз благодаря этому конкурсу я могу показать детям, что нужно не бояться стремиться вперед, нужно не бояться жить, нужно не бояться покорять вершины. Уровень подготовки участниц оценивала компетентная жюри. В их числе была и Наталья Красникова, куратор под программой «Атамикен» программой «Рухани Жангру». Она отметила, что духовное возрождение, о котором говорит глава государства, невозможно без труда педагогов, вожатых и всех тех, кто вносит лепту в воспитание молодого поколения. Ведь именно эти люди учат детей главным качеством хорошего человека. Сегодня конкурс вожатых. То есть это тех людей, которые ведут за собой, которые как раз и вкладывают в души, умы и сердца наших детей и любовь к родине, и уважение к старшим, и уважение друг к другу, и, наконец, умение оценить вклад каждого из нас в то, что мы делаем здесь. В ходе конкурса участники сумели показать все свои таланты. Из восьми финалистов жюри выбрала сильнейшую. Ею оказалась участница из Каркаролинска Назам Жумагулова. Токжан Лянова, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Сегодня на рынке труда Караганды насчитывается 3600 вакансий. 65 предприятий и организаций города Караганды разных форм собственности и учебные организации приняли участие в традиционной ярмарке свободных рабочих мест. 13 апреля с раннего утра карагандинцы стали приходить в спортивный комплекс имени Нуркена Амтирова, где проходила городская ярмарка свободных рабочих мест, организованная городским агематом. Желающих узнать о вакансиях и как-то решить свою судьбу насчитывались десятками, сотнями. Людской поток был неиссякаем. Если вы уже посмотрели, то на предприятии у нас принимает участие Арселор Миттал Тимиртау, принимает участие Турбомеханический завод, принимают все предприятия, на которых нужны высококвалифицированные специалисты и специалисты без квалификации. Поэтому вот такие профессии сегодня востребованы на рынке труда, как бульдозерист, газоэлектросварщик, сварщик, машинист. Проведя анализ, согласно программе «Продуктивная занятость», было решено изменить направление работы ярмарки вакансий. Если, например, раньше готовились инспекторы отдела кадров, бухгалтеры, парикмахеры, то сегодня основной упор делается на работников среднего звена. Причем в сферу переобучения и привлечения к работе попадают все категории граждан, от молодежи до пенсионеров. Особое внимание уделяется лицам, освободившимся из мест лишения свободы, а также самозанятому населению, чтобы вывести их из теневого бизнеса. На сегодня 35 учебных заведений подписали договоры о обучении желающих. С 2013 года работает учебный центр ТО «Манас-Балхаш». В этом учебном заведении подготовлено более тысячи специалистов, электромонтеров, слесарей, кип, электрослесарей. Учебный центр предназначен для обеспечения города Караганды высококвалифицированными рабочими профессиями. А так как сейчас работают в основном на производство, требуется на производстве работать руками, мы в первую очередь сделали уклон на практическое применение. В рамках мероприятия была организована информационно-разъяснительная работа по вопросам трудоустройства. Со специалистами можно было проконсультироваться по направлениям молодежная политика, социальные рабочие места, о назначении социальных выплат и по другим интересующим вопросам. Акнур Аманжолова именно на такой ярмарке смогла реализовать свою мечту. Благодаря государственной программе на сегодняшний день я являюсь индивидуальным предпринимателем. В 2017 году я отучилась на ШВИЮ, затем, обучившись, я открыла свое ателье. На сегодняшний день визит на ярмарку является набор сотрудников для расширения. Основной целью ярмарки является установление непосредственного контакта работодателей и граждан, ищущих работу. Для повышения уровня занятости, снижения безработицы в регионе. Многие сразу с первого знакомства трудоустраивались. Приншоп, уже прошел собеседование, сегодня уже встретился с директором этой компании, получил уже работу, завтра выхожу на работу. По специальности помощник-бухгалтер. В принципе, зарплата у меня устраивает. Все хорошо. Говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. На ярмарке-вакансии именно так и происходит общение. Здесь есть заинтересованность двух сторон. Работодатель и работник нуждаются друг в друге. Надо просто найти общий язык. Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Карагандинский филиал акционерного общества «Казахтелеком» объединился с региональной дирекцией телекоммуникации «Астана Телеком». Наша съемочная группа узнала о том, что принесут эти изменения жителям Карагандинской области. Начало 2018 года для компании «Казахтелеком» ознаменовалось структурными изменениями. Карагандинский филиал и «Астана Телеком» объединились в единый макрорегион, центр которого находится в столице. Однако данные изменения не отразились на работе карагандинского филиала. Как и прежде, жители нашего региона могут получить полный спектр услуг, включающий в себя телефонию, высокоскоростной интернет, цифровое телевидение, облачное видеонаблюдение и прочие инновационные сервисы. Для клиентов Центральной региональной дирекции телекоммуникации сотрудники крупнейшего инфокоммуникационного оператора страны подготовили удобные пакеты услуг, которые смогут удовлетворить предпочтение населения. «Сегодня мы предлагаем нашим абонентам услуги в удобных практичных пакетах. Будь то клиент продвинутый, либо обычный пользователь. Это единые пакеты домашнего мобильного интернета с фиксированной мобильной связью. Например, такие пакеты, как ВИП-семья или Успешная семья. Хочу отметить, что наши пакеты ориентированы на защиту персональных данных и возможность обезопасить детей от нежелательного контента. В этом году мы определили стратегические задачи для работы в карагандинском филиале. которые будут направлены на улучшение качества обслуживания и повышение уровня лояльности. Мы оптимизировали бизнес-процессы, мы сократили барьеры, мы увеличили скорость принятия решений». Стоит отметить, что объединение Астана-Телеком и Карагандинской областной дирекции телекоммуникаций было продиктовано условиями современного рынка. Данные изменения поспособствуют улучшению качества предоставляемых услуг и повышению оперативности обслуживания населения. Также Андрей Мартынюк заявил, что на тарифах объединения филиалов не отразится. «На самом деле тарифы станут только привлекательнее. Мы работаем над направлением того, чтобы люди получали то, что они хотят, в том объеме, в котором они хотят. Именно поэтому у нас достаточно широкая линейка и ВИП-пакетов, и пакетов «Успешная семья», и «Продвинутая семья». Я приглашаю наших абонентов как раз изучить эти предложения в наших пунктах сервиса. Наши менеджеры расскажут подробнее об этих услугах». Всю необходимую информацию об услугах Центральной региональной дирекции телекоммуникации карагандинцы могут получить на портале telecom.kz, позвонив по единому номеру 160, а также воспользовавшись мессенджером WhatsApp по номеру 8708-185-60-06. Товжа Адлянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 42-06-49 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Салболмстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова